Друзья, всем привет! И сегодня на обзоре рабочая американская рубашка пожарного. Ну, я ее буду называть просто толстовкой от компании Air Heroes INC. Вот на наименном сайте данной компании Air Heroes USA, эта толстовка идет, в общем-то, как пожарная рубашка. И вообще, данная компания занимается производством именно вот таких вот толстовок. Как рубашка я не могу ее представить, все-таки это больше похоже на толстовку, чем рубашка. Возможно, это какой-то кривой английский перевод. Но, опять-таки же, про рубашку пожарного. То есть я, например, не представляю данную вещь именно в пожарной индустрии. Я представляю ее в любой какой-то другой сфере деятельности, например, строительной, security. Скорой помощи. Великолепно, великолепно смотрится. Но пожарной, особенно если это боевка, я не представляю. Потому что в данной толстовке нету никаких каких-то водоотталкивающих или пожаростойких тканей. Там просто обычная толстовка, но с интересными деталями. Если меня смотрят пожарные, товарищи, подскажите, возможно ли данная толстовка быть какой-то формой пожарных. Ну и, собственно, а если уж меня будут смотреть в какие-то зарубежные, вдруг, то мне бы еще больше интересно. Может быть, это просто именно американских пожарных. Ну, как бы, в общем-то, да, это для американских пожарных. Ну и, в общем, если они будут смотреть, мне было бы интересно их мнение. Но, собственно, из такого вот вступления перейдем к более детальному обзору. И начну с бирок. Данная толстовка идет под номером 805. Все толстовки данной компании имеют разные номера. 505, 515, 525. Да и, в общем-то, их всего 4 штуки. Логотип изображен такой в виде торнадо. В пожарном шлеме, в перчатках, с топором. Ну и внизу, конечно же, идет название самой компании Aeros INC. Ну, в общем-то, три небольших бирки. И одна, которая гласит, что эта толстовка сделана в Америке. И такая приятная деталь для любителей денима. Жесткий воротник из плотной джинсы. И вставки усиленные на локтях, тоже в виде больших заплаток. Со временем это будет очень красиво стареть, фейдиться. Будет проявляться такая патина времени. Можно будет это как-то красиво ремонтировать, кастомизировать. Все эти джинсовые детали. Зашивать, перешивать. Все толстовки идут бланковые, без надписи. На данной уже имеется вышивка какой-то команды чрезвычайного реагирования по токсичным отходам. Если, конечно, я правильно смог это все перевести. У толстовки есть передний карман. А точнее их там два. Один из джинсы. Карман очень глубокий. Как раз, думаю, для рации он очень пойдет. У меня нет рулетки. Но вот на примере гаечного ключа я могу показать его размер. Он помещается туда, в общем-то, полностью. Сбоку идет D-образное кольцо. Куда можно, в общем-то, прикрепить, наверное, как карабин. Какой-нибудь фонарь к нему. Или, может быть, ту же самую рацию. А фонарь в карман положить. Толстовка имеет приятный мягкий флиз. И здесь я добавлю важную деталь. Как плотность ткани. Здесь 16 унций. Так что толстовка достаточно плотная. А это демонстрация вместимости маленького джинсового кармана. Он, кстати, тоже достаточно вместительный. Ну и фурнитура. Здесь от YKK Whistler USA. Данная молния отличается от классических YKK. Whistler более облегченной, из пластика. И эта молния, еще одно преимущество, это возможность окрашивания в любые цвета. На этом мой обзор, в общем-то, подошел к концу. Мне кажется, отличная вещь для любителей стрит-стайла, для любителей workwear-стайла, для любителей японского и американского денима. Отличная альтернатива Дикису или Кархлюду, которые уже немного, мне кажется, уже подномылили глаз, поднадоели. Ну, как, в общем-то. Если вам тоже понравилась данная толстовка, или не понравилась, пишите свое мнение. Ну, а в конце, конечно же, я покажу, как она сидит на мне. На этом я с вами, друзья, прощаюсь. С вами был Голомба. До новых встреч. Всем пока. Еще добавлю про резинки на манжетах и по низу самой толстовки. Резинки очень хорошие. Там, по-моему, лайк раздобавлено. Ну, вот, собственно, главное, что они не растягиваются. Очень надежные. В общем-то, такая очень отличная рабочка. Стильная, универсальная и в пир, и в мир.